Горит магазин. Новости видеопроисшествия в Нижнекамске моментально разлетелось по социальным сетям. Кадры полыхающей кровли торговой точки вызвали массу комментариев и предположений, от чего она могла вспыхнуть. Версии были самые разные, начиная от нарушения пожарной безопасности и новой технологии проведения кровельных работ. Но в самом магазине уверяли, никакого огня не было. Что произошло на самом деле, узнала Альбина Минебаева. Столб огня, черный дым и бегающие по крыше люди. Эти кадры моментально разошлись по соцсетям. Пользователи сети комментировали, на улице 30 лет победы, в Нижнекамске сильно горит магазин. Но к приезду пожарных люди работали, как ни в чем не бывало. Уверяя, в магазине все спокойно, ведется реконструкция. Что здесь делают, пожарный расчет. И сотрудники полиции не в курсе. Посту горело, да я вот не слышал. Зачем пожарных вызвали тогда? А кто вызывал? Там никто не приезжал. Тут же дочерний предприятий сколько? А где у вас руководство? В моей фирме пожара не было. Однако полностью скрыть следы пожара сотрудникам не удалось. Обугленные поддоны и рубероид находятся прямо за магазином. То, что пожар был, подтвердили и дознаватели. Более того, от огня серьезно пострадал один из рабочих. Кровельщик, который проводил работы, получил ожиги лица первой-второй степени на площади около 2%. Который самостоятельно до приезда пожарного подразделения ликвидировал возгорание. В принципе, здание не повреждено. Причиной пожара является нарушение правил пожарного безопасности при проведении огневых работ. Обгоревший кровельщик сейчас находится в больнице. Как говорят врачи, его состояние удовлетворительное. Альбина Минибаева, Наталья Лушникова, Фахри Исламов. Вызов 112.